Я хотела бы рассказать вам о травмничестве. Это мое хобби, которым я занимаюсь. В университете я училась на эколога, поэтому узнала по латыниям очень много растений, которые в нашем крае произрастают. И так же, как они выглядят. Но, к сожалению, я не так и не узнала, как можно использовать эти растения в повседневной жизни. Какое же было мое удивление, когда уже спустя много лет после того, как получила образование, я узнала, что эти растения можно употреблять в качестве чаев и в качестве добавок к пищи, которые повышают иммунитет, когда сопротивляемость организма обладает многими полезными свойствами. Те травы, которые мы узнаем с детства и узнаем, такие как ромашка, крапива, череда, они могут быть использованы в качестве чая, ванн и многих-многих еще полезных свойств. То есть, чтобы заготовить растения, что нужно сделать? Нужно узнать, как произрастает и где произрастает это растение, определиться, в каком месте оно может более всего встречаться, последить, чтобы это место было экологически чистым, чтобы не было вокруг дорог, потому что растения аккумулируют как раз на себе все негативные факторы окружающей среды. Получается, для того, чтобы заготовить какое-то полезное для вас желанное растение для чая или сборов, хватает, в принципе, дорожной сумки, ножниц, ну, на голову убора, можно отправиться в прогулку по полям, по лугам, и там найти много очень полезных трав, которые могут вместо чая поддерживать ваше хорошее состояние, настроение. Вначале можно собирать наиболее понятные и известные детства растения, как такие душица, зверобой, тысячелистник, и даже они могут скрасить там какие-то вечера своим ароматом и прекрасным вкусом. Также стоит помнить, что у всех растений есть свои противопоказания, и употреблять их очень часто не рекомендуется без консультации с врачом. Поэтому в качестве простого чая многие растения показаны почти всем. Но желательно все-таки проверять информацию, а также не заготавливать, не срывать эти травы, которые вы не знаете. Только известные травы можно собирать. Также у каждого растения есть самое лучшее время, когда оно дает свои соки и конструирует в себе наиболее полезные питательные вещества. Также срывать растения нужно аккуратно, для того, чтобы не повредить в принципе точку роста, но чтобы это растение смогло воспроизводиться и в дальнейшем. Помните о том, что к природе нужно относиться очень аккуратно и бережно. Собранные растения можно сушить в принципе в обычных домашних условиях. Главное, чтобы они находились в хорошо проветриваемом помещении, подвешивать в виде таких так называемых венечков. И они буквально за несколько суток высыхают, и потом уже нормально хранятся в обычных волчевых мешочках, пакетиках. В принципе, вот в таком виде. Ну, в данном случае демонстрирую вам собранный летом зверобой. Зверобой – это тондирующее растение, которое может обладать прекрасным вкусом и ароматом. Таких же принцип трав у меня довольно много, и с летнего сезона они пронятся почти всю зиму. Ну, даря аромат, вкус и хорошее настроение. Узнавайте больше о родной природе. Посвящайте время себе, гуляйте, собирайте цветочки. Хорошего дня. Пока-пока.